Центр города. Большой поток людей, которые продолжают подходить к незаконно установленной точке торговли даже в тот момент, когда здесь работают представители народного контроля и торгово-промышленной палаты Ленинского района. Страф за реализацию фруктов и овощей без надлежащих документов предпринимателям был выписан еще неделю назад. Выписывали протокол, где, соответственно, грозит административный штраф в размере 5000 рублей. Но, соответственно, владельцы в этой точке ничто не учат. По ходу прибыли больше, чем 5000 рублей. И они, несмотря на это, снова торгуют, снова стоят. И ни на кого не смотрят, ни на какой надзорный орган, а в наглую продают свои овощи и фрукты. Что грозит теперь за повторное нарушение? За повторное нарушение, конечно же, грозит административный штраф в виде 5000 рублей, а также изъятие продукции, которая торговалась незаконно. Незаконная торговля – не единственное нарушение, которое здесь было зафиксировано. В ряде товаров выявлено превышение допустимой нормы нитратов. В основном это бахчевые культуры – арбузы и дыни. Употребление такой продукции грозит серьезными последствиями. После употребления этого арбуза может вызвать расстройство желудка, а также впоследствии отравление. Продавцы комментировать ситуацию отказались. Документы на товары, медицинские книжки предоставить не смогли. С подобной ситуацией можно встретиться повсюду. Недобросовестные предприниматели в районе развели активную торговлю. Расторгуевское шоссе – жилой комплекс «Государев дом». Здесь продавец, увидев камеру и почуяв неладное, просто решил скрыться. Продавец убежал, просим принять соответствующие меры. Потому что на сегодняшний день у нас нет таких полномочий, чтобы его закрыть. Сейчас он, видите, даже протокол невозможно написать, поскольку он убежал. Подобное поведение предпринимателей портит репутацию законопослушных бизнесменов. Представители торгово-промышленной палаты даже готовы предоставлять таким нерадивым продавцам бесплатную квалифицированную юридическую помощь, чтобы те не попадали в неприятные ситуации. Но, к сожалению, она им не нужна. От своей торговли они ждут только прибыли и не задумываются о последствиях реализации некачественной продукции. Мы первый раз присутствуем на подобном мероприятии, проводим его совместно с членами федерального проекта «Народный контроль» и по поручению главы Ленинского района. Поэтому для меня тоже большое удивление, что некоторые предприниматели просто не понимают их ответственность и к чему это может привести вплоть до летальных исходов на самом деле, потому что то, что мы видим и проверяем, это никуда не годится. Поэтому, если вы не хотите попасть в больницу с отравлением, лучше воздержаться от покупки ранних арбузов и дынь в непредназначенных для их продажи местах. Официальная реализация бахчевых начнется традиционно с 1 августа. На территории Ленинского района есть согласованные места, где будут установлены специальные пункты для их продажи.